Ветеранов в Анапе осталось так мало, что они помещаются в небольшом зале, и свободных мест с каждым годом все больше. Поэтому молодежи так важно, как можно чаще общаться с поколением войны и слушать о военном опыте. В городском театре за чаем с пирожными прошла душевная встреча трех поколений – военного времени, тех, кто родился после победы, и современной молодежи. Люди неравнодушны к судьбе нашего родного города, к судьбе нашей России, и на кого еще, как не на ветеранов опираться сегодня, и власти исполнительной, и власти законодательной, потому что тот огромный жизненный путь, опыт огромный, который вы приобрели за свою жизнь, его, естественно, надо использовать. С распахнутыми глазами молодые люди слушали военные рассказы тех, кто всю войну прошагал бок о бок с товарищами. Это был страшный бой против техники, против дозубов вооруженных автоматчиков. Это сабельное первое такое сражение. Этот бой длился несколько часов. Впоследствии один немецкий офицер писал, я прошел Северную Африку, всю Западную Европу, и когда встретился здесь, в России, это не люди, кони у них стальные, и сами они непобедимы. Молодежь Анапы понимает важность таких встреч. Сегодняшняя наша встреча – это прекрасная возможность вживую пообщаться с настоящими героями той Великой войны. И главная задача, которая сейчас стоит перед всей молодежью нашей Родины и Анапы в частности, это сохранить то великое наследие, ту великую память о тех событиях и историю великого подвига нашего советского народа. Уважение и почтение – лишь малая доля нашей благодарности этим отважным людям.